Багдадули 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 Последним толчком, видимо, стало знакомство с коллективом «Дети Вяни-Мёнина» в поселке Калевало, где мы были в фольклорной экспедиции со студентами музыкального училища. В самолете на обратном пути из Калевало я предложила своей коллеге, хормейстеру Надежде Изотовой, начать эту работу. Багдадули Поначалу мы плохо представляли, что это такое, так как не было никаких методических материалов, пособий, программ и пиртарных сборников, но всякое начало есть половина целого. Багдадули Меня поддержала директор училища Лариса Бердино, а главная заведующая сектора предпрактики Светлана Ишанина, которая приветствовала введение предмета народного творчества на отделении народных инструментов школы, где она была педагогом-консультантом. Багдадули Ансамбль Ансамбль «Перегутки» выполняет важную музыкально-просветительскую функцию. Пропагандирует в детской и взрослой аудитории музыкальный фольклор коренных народов Карелии – карелов, вепсов, финнов и русских. У коллектива есть и концертные программы, которые строятся на местном фольклорном материале, например, «Музыка народов, живущих в Карелии», «Праздник на городской площади». Концертные программы включают народные песни крестьянского и городского стиля, современные авторские песни, игровые блоки. Нам было ясно, что освоение фольклора должно быть комплексным. Поэтический фольклор, сказки, пословицы, поговорки, небылицы, загадки и музыкальные песни, игры, танцы, а главное – практическим. В училище оборудовали специальный небольшой зал-горницу, где мы и начали свою совместную практическую работу. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Деятельность ансамбля Концертная программа «Родину беречь нам завещали деды» востребована в разных аудиториях в День Защитника Отечества и День Победы. Я занимаюсь ансамблей уже около 10 лет. Это является одной из моих сейчас важнейших занятий на уровне школы по важности. Это является как моим творческим показателем, что я могу, я доказываю, что я умею, показываю это другим. Я развиваю свой талант в пении. Мы танцуем, поем. Сейчас начали играть на музыкальных инструментах, в частности, это стали гусли. На сути, отыграть на гуслях, можем сыграть не столько номеров. С 2008 года мы включились в программу возрождения гуслей в России. Этой программой руководит культурно-просветительный центр «Купина-Неполимая». Мы уже дважды были в Москве на фестивале «Хранители наследия России», где начали заниматься на гуслях. В программе нашего юбилейного концерта зрители и слушатели услышат вот этот инструмент. Их у нас уже 9 инструментов. И надеемся, что каждый участник ансамбля со временем будет музицировать на гуслях. В Карелии живет 550 тысяч русских. Это исконно русский инструмент. И поэтому мы решили играть на нем так же, как играем на кантеле. А соседство этих родственных инструментов только укрепит толерантность в нашем многонациональном обществе в Карелии. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...